Сегодня я почитаю армянскую народную сказку Афиг. Жили-были муж и жена. Был у них один-единственный сын. Однажды отец взял его с собой, чтобы отдать мастеру в учение. Дойдя до родника, крестьянин остановился, утолил жажду и сказал «Ахай», что означает «Ах, как хорошо». Сейчас же из-под воды вышел Афиг и, став перед ним, спросил «Что тебе от меня надо? Куда держишь путь?» «Иду отдать сыну в учение», — ответил мужик. «Дай мне его, я хороший мастер». Отец отдал ему сына, и Афиг, взяв мальчика, спустился к себе под воду, а крестьянин вернулся домой. Прошло некоторое время, и родителям мальчика стало совсем не в моготу жить. Отец пришел к роднику, напился и сказал «Ахай». Сейчас же из воды выглянул Ахиг и спросил «Зачем звал меня?» «Живется нам туго, вот я и пришел забрать сына обратно, чтобы он нам помогал», — ответил отец. «А он еще не обучился мастерству», — сказал Ахиг. «Коли так, помоги нам, чтобы мы могли кое-как прожить». Ахиг нырнул под воду, вынес скатерть, дал ее мужику и сказал «На, бери это себе. Когда захочешь есть, разверни скатерть, на ней появятся разные кушания». Мужик взял скатерть и вернулся в деревню. Дома он разослал ее и увидел, что на ней действительно появились всяческие явства. С тех пор они стали жить без нужды. А однажды жена говорит мужу «Я хочу пригласить к нам в гости жену Мелика». «Не надо, жена», — ответил мужик, — «увидит скатерть, отнимет». «Нет, я все же приглашу ее», — настаивала жена. «Не надо, — говорю тебе, — пожалеешь». Но жена настояла на своем и пригласила жену Мелика и других соседок в гости. Пришли гости, видят, у хозяйки очаг не горит, приготовления к обеду нет. «Зачем же она нас пригласила?» — стали они шушукаться друг с другом. Когда настала пора обедать, женщина достала скатерть, поствала ее, и на ней сейчас же появились всякие явства. Жена Мелика подумала, а что если я украду эту скатерть? И, обратившись к находившемуся тут деревенскому старости, шепнула, «У нас дома есть точь-в-точь такая же скатерть, беги и поскорее принес ее». Староста побежал и принес, что она просила. Жена Мелика тайком подменила скатерть. Гости разошлись. Вечером, когда мужику и его жене захотелось есть, они достали скатерть, постлали ее, но, к их удивлению, на скатерти ничего не появилось. Тут-то они и поняли, что скатерть украла жена Мелика. На следующий день мужик с женой пришли к роднику, напились и сказали, «Охай!» Немедленно выскочил Ахик. «Чего вам надо?» «Голодны мы», — ответили они. «Да ведь дал же я вам скатерть». Пришла к нам жена Мелика и украла ее. Ахик нырнул в воду и принес им тыкву. Вот вам, берите. Если вы станете ее трясти, из нее выскочит конница и пойдет войной на Мелика. Муж и жена взяли тыкву и вернулись в деревню. Дома они стали ее трясти, из тыквы выскочили вооруженные всадники. Выстроившись, они пошли войной на Мелика и начали ломать стены, двери и окна его дома. Собравшиеся спросили, в чем дело. «Мы приехали обратно взять скатерть, украденную женой Мелика», — ответили воины. Мелик испугался и сейчас же отдал скатерть воинам. А они возвратили ее крестьянину. Тот спрятал конницу обратно в тыкву и повесил ее на стену. Прошло несколько лет. Однажды крестьянин сказал жене, «Наверное, наш сын уже обучен. Пойдем-ка за ним». Они отправились к роднику, напились воды и сказали «Хай». Ахик появился и спросил, зачем его вызвали. «Верни нам нашего сына», — ответили родители. «Обучен или нет, довольны с него». «Пойду и посмотрю. Если увижу, что обучен, приведу», — сказал Ахик. И нырнул в воду. У Ахика была дочка. Она сказала юноше, «Видишь, сколько тут отрубленных голов? Это все головы учеников моего отца. Если отец спросит тебя, выучился ли ты уже ремеслу, отвечай нет, а не то и тебе не сносить головы». Ахик, придя к себе, спросил юношу, «Ну, паренек, скажи, выучился ли ты уже ремеслу? За тобой пришли твои родители». «Нет, мастер, еще нет». Ахик стал его бить, колотить и все требовал, чтобы тот сказал ему, что он выучился. Но он твердил нет и нет. Видя, что старания его бесполезны, Ахик взял юношу и вернул его родным. Дорогую сын сказал родителям, «Идите вперед, а я вас догоню». Юноша превратился в вороного коня, обогнал родителей, задев по дороге отца, потом, превратившись в юношу, подошел к ним. Увидя сына, отец сказал, «Сынок, жаль, что ты отстал от нас. Когда тебя не было, мимо нас промчался огненный конь. Будь ты с нами, мы бы его поймали». Пока они шли домой, сын раз десять превращался в различных животных и пробегал мимо родителей. А дома он сказал отцу, «Отец, бежавшие мимо тебя конь, лань, олень и другие животные – это все я, мое ремесло превращение. Хочешь, я превращусь в коня, а ты возьми меня и продай на базаре. Только смотри, продай без узды. Узда – это я. И если ты ее продашь вместе с конем, я больше не вернусь». Несколько раз превращался сын в вороного коня. Отец продавал его без узды, и вечером он возвращался, как ни в чем не бывало, домой. Однажды, когда отец продавал сына, превращенного в коня, Ахик был на базаре. Он сразу опознал в коне своего ученика, узнал его отца и подошел к ним. Отец же не узнал Ахика. «Что хочешь за этого коня?» спросил Ахик мужика. «Сто пятьдесят», – ответил отец. «Но ты должен продать мне коня с уздой». «Нет, я продаю без узды». «Я дам тебе двести, только продай коня с уздой», – сказал Ахик. Мужик соблазнился деньгами и уступил. Ахик взял коня к себе в родник, привязал к столбу и сказал дочери, «Присмотри-ка за ним, я пойду принесу лук и убью его». Как только Ахик ушел, девушка освободила коня, и тот, превратившись в птицу, улетел. Ахик превратился в ястреба и пустился за ней. Птичка, завидев свадьбу, превратилась в розу и упала среди собравшихся. Ястреб превратился в ашуга и с сазом в руке пришел к пирующим. Все гости по очереди стали нюхать розу. Когда же черед дошел до ашуга, он взял розу, смял и хотел растоптать ее, но цветок превратился в горсть проса и просыпался по земле. Зернышко проса попало в чувяк одному из гостей. Ашук превратился в курицу-наседку, и она со своими цыплятами стала клевать проса. Но зерно, застрявшее в чувяке у гостя, превратилось в лисицу, задушило наседку с ее цыплятами и вновь превратилось в юношу. С неба упали три яблока. Одно тому, кто рассказал, другое тому, кто слушал, а третье всему белому свету. Редактор субтитров А.Семкин